всем привет с вами опять на канале Дока супер дегустатор это я как гласит старая шотландская поговорка на три вещи можно смотреть бесконечно на то как копают торф на сжигают торп и на то как кто-то обламывается на слепой дегустации итак это попытка номер два у меня на первой дегустации первой слепой дегустации я перепутал замечательный однобочковой ковалан назвал его бурбоном и после этого наверно не знаю на тайвань мне точно запретят въезд но с тех пор я немножечко тренировался какие-то вещи выпивал пытался там заметки делать но посмотрим что из этого получится хотя опять таки у меня есть такое предположение что я с этой дегустация тоже могут быть проблемы но тем не менее правила игры те же бутылочка подписанная пациент номер один конверт запечатаны но сейчас будем пытаться разобраться что внутри и так буквально одну минутку даем постоять перед началом видео валера мне дал задачу что я должен осветить страна регион крепость возраст выдержка в каких бочках и попытаться назвать дистиллерию пункт номер 5 вообще можно сразу вычеркнуть но тем не менее попробуем да цвет цвет замечательно а цвет до листочек до вот так вот выглядит цвет я надеюсь видно цвет на самом деле очень хорошим бочка поработала если не подкрашено на на не подкрашено наверно бурбон мое лицо хорошо замечательно на цвет на самом деле это янтарь это янтарь я сижу немножечко против света поэтому я не совсем вижу хорошо ножки хорошо я перейду сразу к носу сладкий сразу фруктовость здесь чернослив здесь груша здесь немножко даже дыня здесь есть на сладкой стороне компот из тропических сухо сухофруктов какой приятный нос алкоголь не чувствуется вообще я могу предположить что здесь здесь больше 40 здесь 43 45 по носу немножечко напоминает коньяк очень приятно конечно но немножко коньячная нотка изюм курага у меня даже есть подозреваемый уже да да потом работаем дальше вот вот сейчас я вижу ножки сейчас я вижу он очень полнотелы ножки очень хорошо сформированы очень медленно не спеша стекают я его попробую да здесь побольше чем 43 и побольше чем 45 46 если здесь 50 вопрос хорошо ко вкусу замечательно обволакивает слизистую он вытягивает слюну и такой вкус вкус нотки засахаренной шкурочки апельсина вот такие вот цитрусовые вещи это я думаю что все таки вот то что я сейчас попробовал это шотландец я немножечко налью еще и добавлю воды да потому что если на столе стоит вода она должна быть добавлена к виске на как как ружье на стене правильно ой ну слушай ну его его реально можно пить и без воды здесь крепость повышенная но она мне кажется не больше 50 нет ой виске очень интересно он очень мне кажется с ним можно сидеть разбираться мне кажется он будет открываться и открываться ароматика стала меньше но не знаю вот для меня это вот вот то что я пробовал листи опять таки у меня опыт не сильно большой но из того что я пробовал он больше похож на шотландцам бурбон нет это не бурбон я пожалуй сегодня бурбон отметаю или какой-то это азиат теоретически может быть но опять таки с азиатами кто я на японца он не сильно похож японцы они больше такие сдержанные то что этот виски он в общем-то раскрывается что называется new face у меня опять аж бросила немножечко в под ой ему немножко воды делает даже тоже хорошо я еще раз его попробую прекрасным алкоголь есть чувствуется он шип но он как бы дает о себе знать но он замечательно сбалансирован что касается страны америку отметаем азия не знаю азия возможно это очередной кавалан отметаю все таки это не азия ирландец с ирландцами тоже опыт небольшой но я отметаю все таки ирландцам остается шотландия и европу тоже ответа для меня это все таки шотландия я бы сказал что это если регион да у меня тут записано что должен сказать страна я остаюсь на шотландии крепость слушая крепость хороший вопрос я скажу 50 я скажу 50 плюс минус 12 но около 50 возраст хороший вопрос хороший вопрос можно себе еще я не думаю что он очень возрастной я не думаю что он очень возрастной я помудал может быть лет 10-12 не больше а может тут какой-нибудь но он им какой-нибудь может это можно и не сингл мол да это может быть какой-нибудь не знаю там пьюр молд и это сингл молд какой он карамельным я потом прочитаю что это за виски обязательно себя куплю такую бутылочку если она не стоит конечно 500 евро нотки кого-то экзотического чая хорошо возраст сказал 10-12 лет крепость сказал около 50 выдержка в каких бочках и я да да это это важный вопрос я бы сказал опять таки по цвету по цвету можно что сказать да вроде говорят что если виски выдержан бочка из-под портвейн он имеет красноватый оттенок но я все-таки остановлюсь на хересе но это возможно даже не чисто хересная выдержка может быть какой-то купа не купаж а финиш до хересный финиш очень может быть что дальше выдержка в каких бочках я даже больше склоняюсь то что это или второго наполнения херес или это действительно какой-то ну да выдержка финиш в хересе и дистиллерия но это самый легкий вопрос это вот да это все это да 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 у тебя сразу было уже сразу ты знал уже какой регион из шотландии если это шотландия то какой регион списать списает у вас слушай вот у меня крутится вот крутится но это 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 не она и я даже не буду называть я потом проверю я хотел сказать что это глинморанжи но это не глинморанжи потому что глинморанжи но я вот такой крепкий релиз я не пробовал он мне немножечко напоминает вот эти вот от глинморанжи вот эти до финиша у них там рубен лосанто да и потом который квинта рубан и еще один 12-летний по аккорд я назывался диктадор но это нет 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 это вот в том то и дело почему отметаю сейчас и глинморанжи потому что глинморанжи он там там не столько градусов меньше слушай но я вот остановлюсь наверное нас присаде все потому что ну сейчас вискокурню это это пальцем в небо я сейчас просто подведу итог страна шотландия но если не угадал крепость около 50 градусов возраст 10-12 лет наверное да выдержка в каких бочках это или херес или это херес надо выдержка и дистиллерия самая легкая это вам не скажу это вот сейчас мы прочитаем здесь понравился не понравится очень понравился очень однозначно однозначно я вот еще расскажу я очень люблю глинморанжи и мне стилистика напомнила вот именно вот эти фруктовые финиши и ну опять таки здесь градусов побольше все барабанная папаша магазины пока открыто сбежать покупать за бутылкой пациент номер один так может переиграть может это дух ковалан окей так динстон 10 лет динстон 10 лет олд бордо ред вайн каск финиш тревел эксклюзив эксклюзив 46 и 3 бурбонная бочка и до выдержка в бочках из-под красного вина ну сейчас я уже поближе чем прошлого раза хотя бы на шотландии ты крепость почти назвал плюс минус 2 процента если бы в минус ты был бы под 48 а у тебя было 46 и 3 но я потом сказал я к 50 потом сказал мне потому что все-таки показалось что он крепче слушать да ну вот с динстоном опять таки у меня опыт небольшой динстон что я пробовал по моему десятка десятка это самый распространенный один из самых распространенных релизов или на тоже винные бочки нет 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 это может быть валера когда будет резать я потом скажу какое он может быть ставит что я имею ввиду да и вот тот опять таки я попробовал очень давно да он не совершенно не напомнил этот ну слушай прекрасно вот он такой глинморанжи на максималках и цена как ты думаешь сколько в евро 40 50 45 45 до 50 да слушай он этих денег однозначно стоит прекрасный напиток с ним можно и посидеть с ним можно и вот-вот вечер какой-то и он действительно ну друзья мои динстон 10 лет замечательная вещь все всем пока ну я конечно бы опять не все не угадал но хотя бы хотя бы я шотландии был счастливо